привет друзья с вами варчик хочу пожелать вам немного прохлады в эти замечательные жаркие летние дни там на речку сходить или счетчего либо же дома в тенечке по отдыхайте в целом держитесь и не перегревать хочу в этом видео поговорить с вами про патч 113 он недавно вышел и хочу рассказать свое мнение про этот патч что понравилось что не понравилось что происходит в рандоме у меня лично как я вижу и как считаю вы свое мнение можете писать в комментариях почитаем посмотрим оценим и так первое что мне понравилось прям очень сильно это заметное улучшение со звуком наконец-то артиллерия не бахает очень громко это не раздражает и не бесит но сделали другой эффект теперь когда артиллерия попадает у тебя эффект оглушения о чем я уже давным давно говорил типа артиллерия попала что ты там в танке чувствуешь наверное оглушение какое-то должно быть когда снаряды громко бахают нам в тебя там что-то взрывается еще что-то но у картошки наоборот громкий звук и вот наконец-то они сделали такой эффект оглушения звук становится тихим мне в целом нормально по атмосфере по звуку по тому как она ощущается все норм позиционирование хорошая слышно откуда летит где-то марта стрельнула бахнула заранее появляется звук такого оглушения еще до того как снаряд прилетел я лично в этот момент понимаю что арта уже стрельнула когда этот эффект слышно и снаряд уже летит я могу повернуть лицо в сторону откуда арта обычно стреляет и если вижу снаряд отъехать от него либо просто не выезжать из укрытия в этот момент если понимаю что выехать могу прям в снаряд арты это очень приятно удобно мне нравится некоторые я видел что недовольны эффектом оглушения именно звуковым хотят что-то там отключили где-то в модах или что-то типа такого ну кому не нравится пожалуйста отключайте в модах это ваше дело мне в целом все нравится все устраивает это намного лучше чем было также еще нравится большое количество всяких звуков которые добавили там всякий дзыньканье брясканье когда снаряд попадает когда по твоему танку без пробития там какие-то кастрюльки подпрыгнули в танке что-то дзынькнула брянку какие-то там ложки возможно в кружке подпрыгнули что-то типа такого нормально звучит прикольно когда по врагу попадаешь тоже слышны и всякие там звуки и со временем к ним привыкаешь понимаешь уже по звуку интуитивно что произошло плюс добавили новые иконки попадания теперь ты понимаешь почему не нанес урон снаряд там не попал по броне или не пробил экран и так далее все видно все понятно не нужно там открывать реплеи после боя отправляться там в эти дебри перемоток туда-сюда и смотреть куда же я там попал все уже прямо во время боя понятно и не надо ничего там открывать и тратить на это время по поводу звука мне очень понравилось стало прикольный лучше информативней объем не больше звука всяких и очень информативно что-то тебя стреляет арта по звуку сразу понятно еще до того как снаряд упал что в тебя уже стрельнула арта это классно теперь давайте отправимся в эти самые перки новые поскольку уже немного затронули эту тему попадания арты там есть новая арта лампочка у командира на мой взгляд это все очень перегружена командир и так перегружен перками и все это чепуха какая-то нужно было сделать следующим образом просто взять всем выдать одну лампочку всем экипажем всем командирам всем людям которые рад в танки просто выдать автоматически всем командирам одну лампочку одну которая в себя включает и арта лампочку и просто лампочку и обе сразу работают все зачем перегружать перегруженного члена экипажа еще одним перкам который на мой взгляд не всегда той нужен во первых с новым звуком и так понятно шерте стрельного арта можно повернуть свое лицо во время боя если есть время в нужную сторону увидеть что летит снаряд если он медленно летит и успеть отъехать либо не заезжать в него арта лампочка по сути так же примерно и работает она просто показывает откуда летит снаряд и все а ты не знаешь он летит тебе наперед назад сбоку спереди тебе в любом случае в этот момент нужно повернуть лицо посмотреть на снаряд и понять куда тебе ехать а если твой танк медленно или ты в этот момент занят в принципе ты ничего особо с этим не сделаешь это работает в основном на быстрых танчик а на быстрых танках когда ты несешься и арта стреляет тебе на ход арта лампочка не срабатывает поскольку она срабатывает только когда в тебя стреляют они перед тобой и ты можешь успеть доехать до снаряда что-то на скорости в принципе сделаешь и словить снаряд ртом поэтому на мой взгляд арта лампочка спорный перк спешить его качать я не вижу смысла да и мои долгие навыки мансевания от арты работают лучше как показала практика по крайней мере с самого начала когда я только прокачал арта лампочку она мне только сбивала и я заезжал в снаряд если бы я не реагировал на арта лампочку и мансевал бы дальше по своей привычке я бы наоборот делал лучшее и не получал был лишний урон от арты а поскольку я замечаю на экране арта лампочку и откуда летит снаряд я начинаю менять траекторию своего движения и наоборот заезжаю в снаряд и тем самым больше урода пусть то есть пока что для меня арта лампочка только хуже делает и я для себя понял что когда у меня арта стрельнула арта лампочка мне это показывает надо повернуть свое лицо посмотреть куда летит снаряд и только после этого ты сможешь понять куда от нее сейвится и все это нужно сделать за несколько секунд а ты в этот момент можешь в принципе быть занят чем-то или вообще не можешь ехать или тебе нужно что-то другое в этот момент делать а когда ты не отвлекаешься на арта лампочку но просто слышишь звук оглушения что в тебя арта стрельнула и по своей привычке уже имеешь опыт знания откуда летит снаряд и уже по своим каким-то там наработанным схемам мансуешь от арты что у меня в принципе уже давно получается без этих арта лампочек то в принципе она и не нужна особенно на тяжелых танках на которых я в последнее время играю арта лампочка честно говорят такая себе чепуха это только если ты стоишь в кусту афк она тебе поможет понять что в тебя летит снаряд надо подвигаться что ли или на быстром танке в позиционке играешь и ты успеешь отъехать а так в принципе она особо не нужна с тем звуком который есть сейчас вы лично для меня арта лампочка не самый важный пер как я понял с ним нужно еще учиться играть с этим перком по поводу перка который меняет быстро снаряд когда уже снаряд заряжен интуиция кажется называется когда этот перк стоит качать если у вас долгая перезарядка там тяжелый танк или пт-шка или какой-нибудь средний танк с долгой перезарядкой или барабанный танк то этот перк имеет смысл но в первую очередь его тоже не надо качать поскольку по сути он ничего не делает ты просто можешь себя подготовить лучше под какую-то конкретную ситуацию которую сейчас происходит в бою поменял тип снарядов все больше она ничего не делает на лт-шках с быстрой перезарядкой это бесполезный перк потому что ты и так быстро снаряды перезаряжаешь и тратиться на это нет смысла лучше потратить опыт на какой-то более важный перк чем на эту чепуху на итальянских барабанах и на всех барабанах с до зарядкой это тоже бред сейчас объясню почему вот у тебя заряжен барабан bb шик ты хочешь зарядить барабан голдовых снарядов ты нажимаешь голдовые снаряды у тебя весь барабан сбрасываются и заряжается быстро только первый снаряд остальные ты опять заряжаешь по новой долго-долго полная чепуха то есть по сути тяжелые танки барабанные танки и танки с долгой перезарядкой имеют смысл остальные не имеют смысла качать этот перк то есть это вариативность оба перка рабочие в чем-то они могут в некоторых ситуациях помочь но с ними с обеими нужно думать и только в исключительных ситуациях применять и они будут только иногда полезны итак теперь поговорим про фугасики они изменились очень сильно как себя чувствуют сейчас танки в рандоме с новыми фугасика на мой взгляд сейчас некоторые вещи работают хорошо некоторые вещи работают чересчур хорошо итак давайте разбираться бронированные танки когда танкуют своими самыми толстыми местами чувствуют себя очень хорошо и уверенно это правильное ощущение от игры так должно было быть всегда это первое следующее как себя чувствуют танки которые играют чисто на фугаснице стреляют в основу фугасами с них стрелять вертухами и в силуэт куда попало стало менее приятно поскольку всякие выстрелы в экраны всякие выстрелы в гусеницы и в края танка там черкачами стали не какущими поскольку в гусеницу урон не наносится если за ней нет брони то есть тебе нужно либо в борт заехать и четко выцелить либо в изимую зону и только тогда ты увидишь хороший урон а выцеливать не так уж и легко поскольку фугасницы это в основном самые кривые пушки в игре поэтому это такой вот интересный геймплей для некоторых особенных людей и на них теперь нужно тоже потеть то есть теперь вот выезжайте в силуэт куда попало жахать конечно можно но ты полагаешься полностью на выбор если хочешь играть на результат тебе придется потеть в каждый выстрел кому это понравится сложно сказать я и до этого не любил фугасницы и сейчас не люблю и в целом не являюсь сторонником необходимости в игре это что-то такое вот для разнообразия чисто погыкать так вот бронированные танки себя чувствуют правильно и урон там где не должен был свертухи куда попало от земли там или в гусеницу черкачом он не должен был там наносить урон и не наносит это хорошо но за это расплата теперь не так комфортно стрелять в силуэт на этих самых фугасниц теперь на фугаснице по ощущениям тебе больше приходится играться с выбором в каждом выстреле поскольку если он пошлет снаряд куда-то там в бок в гусеницу ты вообще ничего не увидишь по урону и будешь не в восторге что ты стрельнул с фугасницы фугасом в танк вроде попала увидел ноль но с другой стороны когда ты попадаешь в изимой зоны по ощущениям пробивается легче поскольку пробиваются гусеницы пробиваются экраны пробиваются заборчик а сейчас заборчиков это одна из проблем что на картах по 70 слоев заборчик в целом где-то стало сильно лучше где-то стало так себе лучше теперь поговорим про фугасные проблемы как урон наносился иногда большой в странные места так и наносится там всякими черкачами по крышам непонятных вроде там брони много не у всех крыши танков ват вроде там что то есть но все равно урон такой вылетает что ты офигеваешь вроде ты на тяже там что-то черкнула и большая цифра обиднее а все потому что в коллижен модельках этих самых танчиков броня местами скачет так что просто ужас и вот чуть-чуть снаряд туда меньше урона будет чуть-чуть сюда больше также я еще видел как танки в лоб загораются все также им стреляют то ли черкачом вдоль корпуса то ли в маску и прям впритык корпусу и все равно танк загорался от 100 урона фугасом короче иногда странные моменты проскакивают то есть вроде бы проблема решилась но не на сто процентов а где-то вот на 90 именно со странными выстрелами но я думаю что прям на сто процентов решить ее невозможно будет поскольку в игре снаряд не является объемным большим каким-то предметом это пиксель который может воткнуться иногда в какие-то там тонкие места на коллижен модели и просто вылетит большая цифра урона это не победится никогда но уже стало заметно лучше ну и по поводу артиллерии как и на тесте я видел что второй третий снаряд у арты урон в принципе никогда практически не наносил только очень редко так и на основе я вижу то же самое что обычный снаряд 1 старый наносит урон остальные очень редко ими практически никто не стреляет на мой взгляд сейчас артиллерия стала не так душно как было поскольку хоть какая-то информативность появилась про то что она стрельнула видно на миникарте что летит в тебя снаряд и ты хоть иногда можешь против этого что-то противопоставить раньше ты был просто беззащитным каким-то сусликом который в открытом поле лежит и ждет пока его переедет камаз а сейчас вроде бы ты можешь отойти и все но не всегда получается это сделать поскольку ты надо просто занят в целом патч мне понравился это один из лучших патчей за последние пару лет поскольку просто в остальных патчах ничего не было поэтому тут как бы и соперничать не с чем по поводу апов танков я еще не разбирался не катал их пока катал только в основном ренегат чтобы фармить серебро и кранвагена набивая 3 отметки и провел небольшую подготовку подтянул свой скилл в игре на десятках немножко улучшил свою стрельбу немножко доработал свои раскатки по картам в некоторых моментах очень сильно подтянул свой скилл в общем на десятом уровне и сейчас на кранвагене уже практически взял 3 отметки сейчас игра в принципе для меня более-менее нормально еще остаются проблемы с тем что большинство локаций а именно карт world of tanks остаются печального качества и я до сих пор ни разу не попался на минск я на тесте играл не попал я на основе играю каждый день не попадаю и минске я не видел это как обычно нужно ждать пока он не начнет крутиться каждый день чуть ли не неделю поскольку в картохе там карт 56 крутится неделю потом меняются и опять крутится по кругу замечательный балансировщик еще некоторые вещи мы не увидели до сих пор которые должны быть в этом патче это режим с тестированием карт новых и мы еще не увидели новые ранговые бои как это все появится так и протестируем и потихоньку будем тестировать апнутые танки на этом все мне кажется патч неплохой с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки обязательно заходите в группу вконтакте там иногда разыграются прям танчики ссылка в описании всем пока и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...